друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play продолжаем проходить энкоде и у нас по заданию поговорить с джозефом в баре усмешка здесь я пока начинал запись просмотрел вроде ничего нет пойдем в бар и выясним кто из них джозеф бармен крутой парень крепкий мужчина ну давай к бармену ты начнется тебе ничего здесь делать маленькая девочка уходи а бывал ли у вас человек по имени джозеф прости я не лезу в личную жизнь клиентов пожалуйста уходи вы смешк нет я пол а кто тогда смешка изначальный владелец бара но я на самом деле не должен с тобой разговаривать что с ним случилось я слышал он влип в какой-то неприятность с машиной и тебе действительно пора уходить ладно пожалуй пойду пока так крепкий мужчина ты джозеф привет вы знаете кого он по имени джозеф смотря кто спрашивает мне нужно с ним поговорить он знает о моем отце он был его лучшим другом я его забытая племянница пойду спрошу ну-ка вот братца 2 постой тина вы меня знаете давай потише ладно мало ли кто может слушать если вы меня знаете значит вы джозеф ну да значит вы знали моего отца да так и есть а расскажите мне про моего отца что ты хочешь хотел бы узнать каким он был человеком очень хорошего он любил тебя и твою маму тогда почему он нас оставил он знал каким может быть лучшее будущее и имел возможность его воплотить он был лучшим человеком чем большинство из нас но не лучшим отцом я думал он искренне верил что вернется к тебе и твоей матери на чем он работал пусть я его лучший друг все же он доверял только своей семье но он попросил меня который я не очень хорошо справлялся это давняя история в любом случае работа которая делал твой отец делал я не знаю подробности но она была важна жизненно важно для него берлина и для будущего дочери твоего будущего вот вы еще он задержался чтобы убедиться короче почему он бросил нас с мамой короче вы знаете про код в сэме для чего он у нас шоу а были без таки таранзу work and it's supposed to activate when you turn 10 years old i can't wait a moment longer i can't help sam's encryption is superior there has to be a way you remind me of rent so much okay there's a hacker he works out of the abandoned hotel in the asian alley goes by chip he's the best if he can't help you nobody can frank at the black market should be able to help you reach him thanks wait you have to tell frank i sent you otherwise he won't trust you here take my pendent give it to him and he'll help you instead of talking your ear off кулон такие подожди на рынке спросить спросить еще раз подожди кого я пролистал я думал будет долго зайти в жопу выговорить с фрэнком ну-ка так крутой парень я не знал что вы на берлине есть такая большая дыра я не знал что там была такая большая дыра в необерлин ты говоришь о смертке на улице я имею в виду очень долго спрэнк на улице да, это именно это единственный место в необерлин где разработчики избавлены от репродукции в циперспасе почему? некоторые говорят, что если вы прыгаете от конца в циперспасе вы умеете в реальной жизни? нет, это не какой-то хоррор-флак но, в смысле, эта опыт будет настолько выгодна что у меня в циперспасе будет выгодна так, ну по факту все надо с кем-то поговорить по поводу того, как попасть в комнату то есть нужен пароль я так и не понял с кем, блин, надо поговорить чуть я просмотрел посмотрел в сторону и не успел но мне показалось, что он сказал на рынке то ли на черном рынке короче первое, на кого я могу подумать это дед а, Фрэнк, ну все правильно да куда ты, блядь а тут пройти даже можно на уберлин так, Фрэнк рассказывай код кто и что случилось дал мне этот кулон чтобы вы знали, что нам можно доверять что-то я не знаю что-то да, это действительно Джосеф что-то что-то я могу сделать для тебя Джосеф мне сказали что ты мог знать код для обеспечения кип лаба в самом деле да я мы нужно пожалуйста хорошо если Джосеф дадил его тупик я должен в тебе вернуться Джосеф это человек который ты может вернуться да он сказал 2442 2442 но это на всякий случай 2442 ну просто сложная комбинация могу забыть а на каком он этаже на последнем этого я не помню сейчас пока будем искать на каком этаже забуду код на думаю что она сама введет или выше покажешь вы что-то робот добеги тем временем неподалеку они звонили отсюда найдите их мы найдем их сэр вы все ни на что не годитесь что нам ну понятно он ищет роботы что дальше заброшенным отеля не зайти не смогут вводит 2442 я запомнил так диван уютненько такое компьютер чип здравствуйте а это он меня уже ждал откуда ты знаешь как меня зовут и почему ты меня ждал так не построишь ты сможешь найти секретный код сэмми ничего и и и С чем? Если вы хотите, я могу поставить мою лизу. Нет, все нормально. Здесь, возьмите эту ноту, если вы хотите. И флоппи для копии от папы. Это что такое? Обманка. Ну давай тогда отправляемся к машине. Я конечно не уверен, что мы сможем ее открыть. У нас ее нечем открывать. Может быть сработал скрипт? Может полицейский? Валим на хуй. Я же думаю, что нас поймают сразу же. Так, ну тогда в офис. Записывать код. Так. Все готово? Записи о действующих сотрудниках. Архив по прошлом. Архив за прошлые годы. 54-й. Разработка киберминогов. Сеть справочных терминалов. Альтернативная. Так. Разработка особого киберпространства на базе исследований, посвященных влиянию киберпространств. Джозефер. А, все. Отлично. А как нам теперь вскрыть эту ебучую тачку? У меня есть ключ. Ржавый гаечный ключ. Так. Если мы переместимся опять в центр. Где он? Центр города. Сможем ли мы ржавым ключом, если там нет этого полицая, открыть капот машины? А транзисторы, я думаю, можно взять и у мужика в запчастях. Блять, а чем тебе открыть-то? Так. Без паники. Перекресток. Ах ты сука. Тебя обходить надо, наверное. Полицейский. А обходить? Я знаю как. Ну я... Может быть оно, конечно, нас и не поймают. Но могут и поймать. Поэтому на всякий пожарный мы проверять этого не будем. А зайдем с тыла. Так. Мне нужен... транзистор, братан. А... для модели СМ. Ты думаешь, что у вас есть модель СМ-транзистор? Конечно, я делаю. Это 400 кредитов. Мы не имеем никаких кредитов. Ну, я не могу тебе дать это за свободу. Эм... Можешь мне дать это для чего-то, что-то денег? Как что? Покетки? Да. Да. Не уверен, если они программировали you with a sense of humor, или если вы действительно хотите дать мне покетки. Первый. Что-то. Покет с мусором? Покет с мусором? Покет с мусором? О, да. Я действительно нужна больше треша, вокруг этого уже в магазине. Что-то, что ты действительно, действительно нужна, и что я могу найти для тебя. Хм... Может быть, что-то, что ты можешь сделать. Греть. Что это? Что это? I'm pretty busy with the shop. But I'm craving my favorite drink. Bring me some gin and neon tonic, and the transistors all yours. All right. We'll go look for it. See you later. Блядь, gin tonic. А gin tonic у нас в баре, наверное. Так, ну-ка, под задание. А под задание нет никаких. Так. Отправимся в трущобы. Всем что-то надо. Так, братан. Нет, ты. Здравствуйте! так это все нет значит трогать простоят тобой давай поговорим все уже пока что узкий проход о чем тут стоит тогда охраняют пойдем в бар ну у меня только одно предположение где мы можем найти джин тоник вот с этим на побазарить этот нас прогонят даже с этим поговорим с джозефом помощник так сейчас подожди давай робот поговорить с полом че это я употребляю жидкость только для механического и гидравлической систем нам нужен стакан неонового джин тоника нам нужен автомобильный аккумулятор так давай второе нет нет это не для кино фон нам нужен для взрослого нам нужен автомобильный аккумулятор ну например так так братан не купишь ли ты нам коктейль подпрыгнул вот давай про аккумулятор уже спросил так сэм это его программа важно ли если роботу Спасибо. Я робот. Тогда как раз? Хорошо. Я требовал этого в любом случае. Теперь мы говорим к всем химпанам памятникам. Поздравляем. Поздравляем. Все? Да, все на месте. Тогда отправляемся. Отдаем джинтоник и идем к уголовнику. Может он нам поможет открыть машину. Так. Судимс. Давай старый, пей свой джинтоник. Насчет напитка. Что касается джинтоника. Да? У нас есть пляжа джинтоника и джинтоника. Здесь, возьми. Мы запилили несколько джинтон на дороге здесь. Но это должно быть достаточно. Эй, это фейсио на пляже. Но хорошо. Я так пустя, что я не могу. Здесь, возьми транзистор. Спасибо. Спасибо. Ты был очень полезен. Ты веришь. Ты тоже получил так много оттенков из этого магазина. Я думаю, если гейм-девелопер дадит мне проценту заработки. Извините? О, не ваше. До свидания. А теперь к уголовнику идем. Он же специализируется по тачкам. Может заодно и поможет нам открыть ее. Привет. Что? Понятно. Придется тогда со всеми поговорить. Ничего. Что же с тачкой-то делать? Поговорить с полицейским? Там сказать, бля, помогите открыть, пожалуйста, машину? Ты не обращай на нас внимания. Стой здесь. Вопрос, чем... Чем можно открыть? Вопрос интересный. Да зайди ты внутрь, блядь. Что за тупое управление? Ненавижу управление мышкой. Так. Тут тоже ничего хорошего. В переулок, я думаю, тоже нас не пустят. Поэтому надо... Это вот игра грузится на SSD. Как бы она, блядь, на жестком грузилась. Так. Угу. 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 Куда мы можем сходить? Где он у нас? Трущобы. Слушай, а у тебя нет ничего для этого? Открыть. Да мы знаем, как... Я Валентин, мне пора. Может, ты, долбоёб, чё знаешь? Эй, ты! Что ж? Не нужен мне твой балл. А давай... А давай девочка поговорит с барменом. Этот чувак же, который нам коктейль дал, он сказал, что... Бармен знает много про машины. Давай попробуем с ним поговорить. Идёшь нахуй. Как она может голосовать? Ей нет 18. Ещё даже 10 не исполнилось. Так, а ну-ка. Вот. Ты не должен быть здесь, маленькая девочка. Вот. Слышно, как ты работал в машине. Ты знаешь, где я могу найти машину-баттерию? Ты, конечно, можешь купить ее, или пойти в магазин и купить ее. Что, если ты не получил кредиты, чтобы купить ее? Ну, я бы смогу взять использовую баттерию из машины, я думаю. И как? Ну, один не просто бросает баттерию из своей мощности. Серьезно? Ну, окей, ты делаешь, но ты должен уничтожить машину первой. Как? Как? Это, в основном, требуется электрическое входное системы. Ты хочешь пульта? Да. Ааа... Можно ли без пульта? Нет. 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 Адалжите. Ты не понимаешь, как часто клиенты забрали бросать свои ремоты. Так что я бы получил кредитивный. Криптинг и декриптинг. Чтобы создать что-то универсальное. Так что ты это делаешь. Почему это так важно? Нет. Я буквально научил, что у меня есть папа. Я нужна баттерия машины. Чтобы понять, почему он меня обманил. The answer may be something you don't want to hear. But, окей. Here. Take it. Ебать так просто. Thank you. Um, окей. I guess I'll go. Take care. Блядь, конечно, да. Все решения были в одном месте. Ну, и теперь можно забрать аккумулятор. Ура! Назад. В трущобы. Так. Последний, ты, знаешь? Я просто на всякий случай тебя проверяю. Помнишь ты или нет? И как ему это поможет? Или просто надо было придумать какие-то вещи? Чтобы побегать. Пожалуйста, иди, блядь. Таит она, ебаный в рот. Че-то она меня подвымораживать стала. Здоров, додик, блядь. Здорово. Эй, Дина, я ждала тебя. Вот, я все собрал. Через несколько минут. Как он пошел? Я получил код. Это адреса IP к секретному серверу. Красиво. Но... Чтобы закончить свою миссию папы, выглядит как ты должен идти в циберспейс, но не обычный. В циберспейс параллельный циберспейс, который твой отец построил и убил где-то. И этот секретный код внутри САМ, это ключ для этого. Но это значит, что я должен идти в циберспейс. Да, это не проблема? Я не люблю циберспейс. Я не устанавливаю. Я не рискаться сам, но верно твоя папа это кодил для тебя. Я не боюсь, что нет другого способа выполнить твою папу свою миссию. Можете сэм прийти с мной? Технически роботы не позволят в циберспейсе. Но, несмотря на то, что это не санкционировано сервером, это не проблема. Хорошо, давайте сделаем это. Пожалуйста, выбрали все отец, которые ты не нуждаешь, и сидит на кауче. Эта гера будет автоматически копировать остатки в циберспейсе. Это будет дать мне несколько минут. Это будет дать мне несколько минут. Это будет дать мне все. Неужели я думал, сейчас скажете, иди найди кибер-шлем. Через несколько минут. Что-то на финалчик похоже. Растения, да? Это есть альтернативное кибер-пространство? Мухоморы? Тина, я думаю, мне нужно напомнить, что мы приехали здесь, чтобы выполнить твою миссию. Вообще-то да. Какую? Путешествие в энкоде. Так, подожди. Люк. Ты скушен слишком тяжелый. Открывай. Ой, пошел ты, бля, бесполезный робот. Вот нахуй вас двоих сделали. Терминал, тропа в лесу. А что за терминал? Компьютер, который чем-то управляет, но я не могу его использовать. Ну не можешь, так не можешь. Тропа в лесу направо, тропа в лесу налево. Пойдем направо. Часть 3. Путешествие в энкоде. Или без разницы в какую сторону мы пошли бы. Найти точку обзора. Транспорт. Транспортная труба, да. Так, есть туда, есть туда, блядь. И что? Нам теперь блужать? Тут, короче, ни с чем. Жуткое растение. Тут ни с чем взаимодействовать нельзя. Не хочу его трогать. Пойдем туда. Вроде похоже, что наверх возвышается туда. Да? Плюс-минус лифт какой-то. Сломанный подъемник. Ну конечно, его же бл**ть подчинить. Теперь надо. Возможно, он использовал, чтобы поднять дерево. Сэм, ты знаешь, как его подчинить? Найти длинную веревку, найти рычаг, найти маленький поршень. Так, ну давай сейчас. Пассета. О, как хорошо. Я думаю, что так. Давай сделаем следующим образом. Потому что тут еще можно долго ковыряться. На этом серию закончим. И я сразу запишу, наверное, вторую. Посмотрим, что к чему. Если она будет совсем короткая, то добавлю к этой. Если нет, то короче. На этом закончим. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok